Привет, мой зритель! Если тебе не сложно перед просмотром данного видео, поставь, пожалуйста, мне лайк и подпишись на мой канал. Я тебе буду очень признательна и благодарна. Погнали! Так, первое, что я вам хочу сказать. Может, кто знает, не знает, у меня есть на YouTube-канале плейлисты. В плейлистах сохранен полностью видео, сохраненные о моем ремонте, актуальные темы раскрыта Минск мира, какие-то проблемные вопросы и так далее. Я все рассказывала и рассказываю до сих пор. Также есть мои зрители, которые делают ремонт вместе с дизайнером Ириной, который мне делал ремонт. Также есть плейлист с их квартирами. В общем, все актуальные, актуальные плейлисты, которые у меня есть, я прикреплю под этим видео. Может, кто-то не знал. Кому-нибудь будет какая-нибудь тема актуальная, вы сможете еще раз пересмотреть мои видео, которые будут внизу прикреплены под данным видео. Это такое тоже лайв-видео. Будут всякие покупки для дома, готовка. Кое-что прикупаем в свою квартиру и так далее. Все увидите в этом прекрасном влоге. Хотела сделать прогулку по кварталам, но... Но выпал снежок, на улице не тепло. Вот я открыла окошко и совсем не теплом отсюда не веет. Поэтому прогулка по кварталам, которые я хотела осуществить, конечно же, с опросом для вас, какой квартал сходить, пока откладывается. У меня, конечно, были такие планы, но, к сожалению, из-за погоды мои планы на выходные прогуляться отложились. На улице прям буррр. Такой ветерочек. Домики вон нашего квартала. Многие спрашивают, что у нас здесь будет на поле. По плану здесь должно быть две школы. Школы строят не дано. Школы строят государства. Как и сады, может, кто-то не знает. Поэтому, когда они будут, что будет, как будет, непонятно. И сбоку у нас здесь должны быть три одноподъездных дома. Их еще называют селедки. Они там начали строиться, закладываются сваи. И идет, в общем, стройка. Это так вам для новостей. И детская площадка, которую ветер разнес. У нее нет заборчика. Заборчик сняли, убрали. Она теперь у нас почти не огорожена. Вы видели, что на выходных я уже перестирала все шапки. Сложила осенне-зимнюю обувь, которая была вся намыта. Но хорошо, что еще оставили некоторые зимние куртки. Вот, поэтому теперь придется все шапки, перчатки, все доставать. Достали уже обувь. Конечно, обидно. Но что поделать, кто знал, что у нас будет такая погодка. Также, что вам хочу еще сказать. Буду снимать коротенькие видео. Шорс. Также с какими-то проблемными вопросами в Минск мире, потому что их хватает. С какими-то непроблемными вопросами. В общем, также у меня будут выходить еще такие коротенькие видео по минуте на различные-различные темы. Тоже такие видео я попрактикую. Вот, так что как-то так. Поэтому погнали с вами дальше. Заказали прикроватный столик. Пинстали еще по акции. Сейчас с вами будем его распаковывать и смотреть. У нас уже есть один прикроватный столик. Но нужен был второй. Мы решили, чтобы было два разных. Вот такая вот крышка у него. И сам вот такой вот столик. У него даже можно что-то складывать, если нужно будет. Смотрится стильно. По размерам он небольшой. 42. Где-то, наверное, там на 42. Что-то такого. Сейчас тут должна вставляться эта крышка. И сейчас будем с вами смотреть, как он будет смотреться уже у нас. Вот так вот этот столик у нас смотрится. Мне кажется, стильно и красиво. Второй столик у нас получается чисто белый. Этот с этой стороны кровати. Он пониже, этот столик. И сейчас вам покажу второй. И с другой стороны кровати у нас вот такой вот столик. Я выбрала в АМИ. Он чуть повыше. Тот будет пониже. Ну, в общем, я хотела два разных. И мы так и поставили. Костя готовит рогу. Мы купили говядину. Картошечка. Перец, кстати, красный. В соседях очень-очень вкусный. Помидорки. Баклажаны. Морковочка. И здесь чеснок. И лук взяли два вида. Также еще будет зелень. Должно получиться очень вкусное рогу. Буду вам показывать этапы его приготовления. И в конце. У нас еще дома вот такой вот помощник. Найсер, дайсер. Вот. Много насадок. Кстати, очень удобная вещь. Можно много чего порезать. И очень-очень быстро. Его быстро мыть. Достаточно насадок. Поэтому для дома вообще рекомендую. Смотрите, как у Кости все эстетично. Все в своей тарелочке. Все нарезано. Сам нарезал. Сам найсером нарезал только лучок. Все чистит. Красота. Костя отдельно нажарил мясо. Посмотрите, какое хорошее. Перчик пожарил. Здесь дорезал. Баклажанчик нажарил. Лук. Смотрите, к луку Костя добавил мясо. Добавил перец. Все обжаривает. Сейчас будет добавлять. И еще морковочка. Добавляет баклажан. Костя добавил еще помидоры, пока я мыла посуду. И сейчас будет добавлять картошку. Так, добавили картошки. Потом Костя залил все это водой. Добавил томатную пасту. И немного подсолил. Костя у нас сегодня в ударе. Делает еще греночки. Зелень здесь. Чесночок. Хлебушек. Будет обжаривать. Кстати, я покупала хлеб в соседях. Костя взял вот такой вот светлый. Это любимый его буханка. Я брала такой, только темный. И гренки с ним получились ужасные. А, я вам сейчас его и покажу. Вот я брала вот такой. Вот хлеб ржаной, темный. И он сам по себе темный. Он в таком обычном прозрачном пакетике. В общем, гренки с ним получились супер ужасные. И он вообще мне не понравился. Вот в соседях брала. Он был тоже недешевый. Но он невкусный. Так что вот вам антиреклама. А, рубль 49. Он стоил 350 грамм. Мне не зашел. А Костя сказала, что этот хлеб 80 копеек. То есть дешевле. И гренки с ним будут очень вкусные. Потому что мы уже такое брали. Это слудский каравай. А, каравай. Слудский каравай. Смотрите, какая красотища. Сейчас уже будем все это пробовать. Если кто-то кушает, приятного вам аппетита. И вот такие бомбические греночки. Сейчас вот сразу попробуем при вас. Протестировал. Костюк без масла. Жарил. Очень вкусный хлеб. Реально имеет значение. Всем приятного аппетита. Так, сейчас будет долгожданная распаковка. Я очень сильно хотела эти ботиночки. Но на официальном сайте Puma размера моего не было. Я их смотрела еще, наверное, осенью. Смотрела их зимой. Это такие осенние, осенние-весенние. Но сейчас зашла в галерею Puma. Был последний мой размер. И была супер классная, приятная цена. И я их взяла. Они есть в замше. Есть в белое замше. Есть в коже. Вот такие вот ботиночки. Очень классные. Мне нравятся. Подошла. Подойдут и под костюмчики, и под джинсы. Я стараюсь брать обувь универсальную, чтобы подходила как и под деловые костюмы, и деловой стиль одежды. И также, как и повседневная одежда, джинсы и так далее. Мне они супер очень классно нравятся. Я их очень сильно хотела. Везде смотрела. И я их все-таки урвала. Прихожу домой, а у меня уже ждет ужин. Костя приготовил. Это вот такие вот котлетки. И яичная лапша. Тут китайский соус, обычный соус. В общем, красотища. Сейчас будем кушать. Так, мы сходили в Ситофор на 34 рубля. Что купили? Мы уже брали. Нам нравится вот такой вот питьевой молочный коктейль. Ваниль пломбир. Очень, в принципе, вкусный. И один такой коктейльчик стоит рубль 70. Это дешевле, чем в магазине. Потому что эта фирма, она не дешевая сама по себе. Мы как-то брали пудинги. Были очень вкусные пудинги. Были в Ситофоре, но закончили. Сейчас завезли вот такие вот йогурты. Поэтому этот йогурт могу вам рекомендовать. Налия. Это наш молочный мир. Делает вот такие вот холонные кофе. Мы ни разу не пробовали. Мы взяли всех вкусов. Больше всего Костя взял капучино. Потом я взяла просто холонный кофе и взяла латте. Одна такая баночка стоит всего лишь, сейчас вам скажу, так, рубль 28. Вроде я читала, что отзывы в таком вот кофе классные. Поэтому посмотрим. Я специально взяла все вкусы, чтобы его попробовать. Этот магазин находится у нас на Казинца 6А, Светофор. Так, давайте дальше. Костя захотел на пробу взять таких конфет. Ну, кстати, вкусные получились. Дальше по рублю с копейками. Сейчас вам даже точно скажу. По рублю 0,6. Вот такие белактовские пироженки. Вот. А это 75 грамм. Есть еще такие, но больше. Я взяла 4 штучки. И набрали таких блинчиков. Они нам очень супер нравятся. Они вообще по рубль 34. Они с мясом. Внутри, знаете, как такой фарш. Очень-очень вкусные. Мы их жарили. Понравились. Очень сильно. Поэтому я набрала таких блинчиков. Аж 4 упаковки. Вот. Вот такой вот у нас улов. Знаете, как уже стратегический запас.